В этом видео расскажем о том, чем же так опасно повышение сахара в крови, какие признаки сигнализируют нам о повышении сахара и как его снизить доступными способами. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какое количество сахара вы употребляете ежедневно? Или вы думаете, что если ничего не беспокоит, то нет смысла себя ограничивать? К сожалению, это не так. Причины повышения уровня сахара могут быть разные. Например, стресс, усталость, нарушение питания, прием некоторых лекарственных средств. Чем опасно повышение сахара в крови? Дело в том, что это патология. Повышенный уровень сахара опасен для здоровья печени и почек, провоцирует появление катаракты, ухудшает метаболизм, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, провоцирует их обострение, приобретает хронический характер и перерастает в сахарный диабет. Признаки повышенного сахара в крови. Многие из них игнорируются, принимаясь за нормальное состояние. Постоянно мерзнут руки и ноги, даже в теплом помещении. Это один из первых признаков повышенного уровня сахара в крови. Ощущение постоянного кожного зуда. Это также может быть зуд в области половых органов. Постоянное чувство жажды. Вам постоянно хочется пить. В этом состоянии человек за сутки может выпивать до 6 литров воды, даже ночью просыпаясь для того, чтобы попить. Причем даже при постоянном утолении жажды, все равно чувствуется сухость во рту. Резкая потеря веса. Это наблюдается даже при повышенном аппетите у человека. Реже бывает наоборот. Резкое повышение веса. Постоянные позывы сходить в туалет по-маленькому. Особенно часто это происходит ночью. При этом выделяется увеличенный объем мочи. Проблемы со стулом. Постоянно появляются то запоры, то наоборот жидкий стул. При этом нет никаких видимых причин для этого. Долго заживают раны на теле. Если вы стали замечать, что даже самые маленькие царапины долго не затягиваются и кровь долго сворачивается, то это также тревожный сигнал. Если вы обнаружили у себя хотя бы несколько из этих признаков, советуем вам обратиться к врачу-эндокринологу для прохождения необходимых обследований и дальнейшего лечения. Способы снижения сахара в крови народными средствами. Напиток кефир с корицей. Улучшает метаболизм и нормализует уровень глюкозы и холестерина в крови. Для этого лучше подойдет нежирный кефир. В 250 мл кефира добавьте 1 ч.л. молотой корицы. Пить 1 раз в день лучше всего утром. Если вы кефир не пьете, можно добавлять корицу в чай или в теплую воду. Напиток из овса. Во все содержится вещество под названием инулин, которое замедляет попадание углеводов в кровь и препятствует резкому скачку сахара в крови. Для приготовления напитка из овса необходимо стакан очищенной крупы всыпать в эмалированную посуду и залить 1 литром холодной воды. Накрыть плотно крышкой и оставить на ночь. Утром процедить, пить по 100 мл 3 раза в день перед едой. Курс лечения составляет 2 недели. Хранить в темном месте при комнатной температуре. Важно перед применением средств проконсультируйтесь с врачом. Будьте внимательны ко своему здоровью и будьте здоровы! Если информация была для вас полезной, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии под видео. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующих видео!